Добрый день, уважаемые подписчики и зрители. Добро пожаловать на канал RUNSTEIN 1. 28 февраля 2020 года. Глина – братская могила после перезагрузки террариума. Многие блогеры, рассказывающие о подлинных в кавычках событиях неофициальной версии истории человечества, утверждают, что землю завалило глиной после потопа, но я называю это перезагрузкой террариума. Официальные историки твердят про культурный слой, который надуло ветром и люди натаскали башмаками. Но так ли это? Давайте разбираться. А видишь ли ты теорию заговора так, как видят в нее твои слепые соплеменники? Мы повсюду расставили легионы пастухов. Конспирологи и эзотерики, маги и целители, аналитики и политологи. Каждый из них работает, не покладая рук, придумывая новую бравду. Все для вас, все ради вас. Выбирай, кем хочешь быть обманут. Бару. Одной части стада мы рассказали о гнусных и жадных банкирах. Которые хотят поработить. Отобрать газ и нефть. Землю и деньги. Только все это вы отдали давно. Как можно отобрать то, что вы отдали сами, добровольно? Другой части стада мы сказали. Вы умны и продвинуты. Неужели вы поверите в чушь про теорию заговора? Посмотрите, как смешны те. Верясь ей, бараны. И пока вы с пеной у рта сражаетесь друг с другом, настоящий заговор остается в тени. И работает без всяких теорий. Как часы. Тик-так. Тик-так. Прав ли я, богиня? Ты всегда прав. Достойнейший сын завета. То, что мы не первая цивилизация в нашей матрице террариуме, это неоспоримый факт. Об этом свидетельствуют различные архитектурные системы, энергосетей и систем связи. В нашей версии нас посадили на провода и углеводороды, как шариковые будки на цепь. И накрыли колпаком рассылки данных. Рекомендую вам посмотреть немецкий фильм 1973 года. Мир на проводе. Всем известные блогеры твердят о том, что после потопа шли глиняные дожди, закидывающие поверхность многометровыми слоями глины. Вы когда-нибудь видели, как идет глиняный дождь? В местах с неблагоприятной экологической обстановкой вам может встретиться снег цвета выхлопов предприятий, работающих в этих населенных пунктах. Я предлагаю вашему вниманию свою версию образования глиняных наносов на поверхности земли. Мой соратник с каналом Виктор Ив рассказывал в своих роликах-фантазиях об одном из важных правил Матрицы. Всех вновь заселенных жителей террариума должны кормить и обеспечивать уже обитающие здесь жители. Тема ролика была о мясных продуктах, которые были дефицитом в СССР, а производилось их гораздо больше, чем могли потреблять на собственные нужды. Чтобы произвести мясо, скотину надо кормить. Чтобы кормить скотину, нужны корма. Чтобы хранить корма, нужны закрома. Корма необходимо где-то и на чем-то выращивать. А чтобы это все росло, нужен плодородный слой. Необходимые для роста климатические условия и удобрения. Просматривается четкий межотраслевой баланс экономики. Площадей в террариуме хватает. Но где взять плодородный слой и на что его уложить? Плодородный слой уложили где прямо на глину, где на суглинок, перегной с песком. Где же взять такие объемы материала, чтобы засыпать всю поверхность нашего террариума? Конечно же, их можно произвести в промышленных масштабах. Что для этого необходимо? Виктор Ив сказал, всех вновь заселенных кормят уже обитающие. Я лишь добавлю еще. И обитавших к этому числу, и ставших необходимым сырьем. В своем ролике про пандемию испанки я задался вопросом. Куда делись 100 миллионов людей, умерших от этой болезни? И где массовые захоронения тех времен? Ведь для этого нужны колоссальные площади. Ссылка на этот ролик в описании. Ответ пришел из-за океана. Если, конечно же, верить картам, по которым нас учат в школе. В мае 2019 года американский штат Вашингтон узаконил компостирование человека, признав перспективу распространения этого глобального производства как альтернативу традиционному погребению и кремации. Компост – это органическое удобрение, полученное в результате разложения органических отходов растительного или животного происхождения. Этот процесс называют компостированием или переработкой органических отходов. Традиционные методы утилизации трупов содержат в себе ряд недостатков, таких как загрязнение окружающей среды, в их числе почва, грунтовые воды и воздух, а также постоянная необходимость изыскивания территорий под кладбище. По специальной технологии, человеческие трупы будут переработаны в питательную земельную среду и могут использоваться во благо живущих на земле, выращивая на этой земельке те же корма для скота. Закон вступит в силу в мае 2020 года. Значит, к этому времени должен быть запущен технический процесс и подготовлено сырье для бесперебойного производства питательной земельной среды. Нам открыто сказали время начала перезагрузки, которое начнется к маю этого 2020 года. Пусть и не в глобальных масштабах для начала, но попозже накрутят. Сейчас я перейду к описанию технологии производства питательной земельной среды из трупов людей. Ведь есть же технологии переработки отработанных батареек. Для этого понадобится башня с внутренней капсулой из щепок. Лучше всего мобильная, чтобы ее можно было перемещать между населенными пунктами. Башня способна за несколько недель превратить труп в плодородную почву. Необходимо правильно запустить процесс в башне. Представьте себе прямоугольную трехэтажную силосную башню, заполненную древесной стружкой. Тело или сырье опускают в люк башни через верхний этаж на ложе из древесной стружки. Это дверь в верхней части бетонного или каменного отсека. Тело присыпают опилками, после чего люк задраивается. В течение следующих 4-6 недель тело будет медленно двигаться вниз по мере его разложения. Сырье под ним с предыдущим погребенным постепенно конденсируется и извлекается. Технология давно опробована на животных. На выходе мы получаем глину и суглинок, песок с перегнуем, абсолютно неузнаваемыми, как человеческие останки. Ну а попам ограничат заработок на отпевании усопших. Известны различные технологии производства компоста. Одна из них предусматривает применение гашенной извести. Во время проведения раскопок в Туле в 2018 году было обнаружено массовое захоронение на улице металлистов. Некоторые останки были присыпаны гашеной известью якобы для дезактивации. Но теперь понятно, что это была прослойка сырья для последующего производства в питательную земельную среду или компост. То ли уложили плохо, что после этого кости остались, то ли переработать не успевали в связи с большими объемами людского сырья. Теперь, после всего сказанного, вы наверняка понимаете, что не было дождей из глины. Этой глиной стали те, кто заселял наш террариум раньше и был уничтожен, чтобы мы, пришедшие сюда позже, смогли питаться тем, что из них произрастает. Все деревья и леса растут на утилизированном людском сырье. Лесам нашим от силы 60-80 лет всего-то. Ссылка на мой ролик о лесах в Германии в описании. Ну а теперь главный вывод этого ролика. Из земли мы вышли в землю и уйдем. Поделитесь этим видео с близким человеком. На этом все. Жми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишите комментарии и читайте комментарии. Там иногда умные люди пишут умные вещи. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok